Лето имеет свойство неожиданно заканчиваться, и впереди ждут новые заботы. У одних связанное с началом учебного года, у других – с завершением дачных работ. Однако, железнодорожный вокзал и автовокзал города Бреста обязаны предоставить качественные услуги перевозок пассажиров, невзирая на пору года. А качество предполагает определенную цену. Порадуют или огорчат брещан тарифы на осенний период? Какие льготы имеют место быть? Список или категорию льготников. Эту информацию можно получить в контакт-центре Белорусской железной дороги по телефону 105. Эту информацию можно получить на вокзале, в частности на Брестском железнодорожном вокзале, в доступных местах. Если категория пенсионеров раньше предоставлялась им скидка по 30 сентября, то в этом году эта скидка будет предоставляться с 1 мая по 31 октября. Скидка для пенсионеров предоставляется в размере 50% стоимости проезда. Значит, для приобретения проездного документа необходимо обязательно оригинал удостоверения пенсионера. Для лиц, достигших пенсионного возраста, по возрасту, льготы у нас действуют в сентябре 50% на пригороде. Кстати, хочу сообщить, что указом президента еще в мае месяце продлен этот срок на октябрь месяц. Так что, уважаемые пенсионеры, можете пользоваться льготами еще и в октябре месяце. Перевозчики Гродинской зоны вводят льготы для студентов. Пинская зона, интересно, Альшаны. Там перевозчики Столинский автопарк, Пинский автопарк, они тоже поводили для студентов льготы. Там категория льгот, проценты колеблются от 25% до 50%. Поэтому это неплохое подспорье для студентов. Они пользуются активно этими льготами, особенно на выходные дни, когда нужно к родителям съездить. Отправляясь в поездку в общественном транспорте, пассажиры хотят быть уверены, что перевозчики приняли все возможные меры действия по сохранению здоровья каждого человека. Руководство Брестских вокзалов это понимает, а потому все санитарные меры соблюдаются. Они действовали, действуют и не перестанут действовать в обозримом будущем. Осенний сезон, сезон простуд. Тем более опасный ковид не отступает. Выявляются новые случаи больных. Однозначно это масочный режим, перчатки. Помимо этого автобусы в автопарках непосредственно обрабатываются средствами. На автовокзале мы у себя предупреждаем пассажиров соблюдать дистанцию. Опять же уборщики автовокзала три раза в день производят обработку мест, которые особо доступны для пассажиров. Вокзал постоянно обрабатывается средствами, подоконники, вся территория вокзала обрабатывается. Мы кассиры в масках, в перчатках. Конечно, транспортные организации Бреста принимают все необходимые меры для того, чтобы горожане были спокойны. А главное – здоровы. Но и человеку нужно быть на чеку. И в большинстве своем люди это понимают. Надо предохраняться еще. Потому что мы не знаем, он прошел или не прошел, мы этого не знаем. Поздно пить боржоми. Все знают окончание этой крылатой фразы. Продолжим по-другому. Здоровье нужно добывать самому. Продолжение следует...